Благодарим Тебя за Твое присутствие здесь, Господи. Спасибо за то, что мы Твои ученики, и ученики благодати, ученики по сердцу Твоему, ученики, которые слушают Слово Твое. У нас есть тайна, Господь, с Тобою, личные взаимоотношения. Благодарим Тебя, Иисус, благодарим Тебя. Мы молимся, благослови нас сегодня, благослови эти занятия, покрой, Господи, благодатью, исполни нас Духом Святым. Мы молимся, Господи, чтобы мы возрастали, возрастали в мотивации благочестивой, возрастали, Господи, в доверии к Тебе. Спасибо, Господи. Сосредоточь наши мысли на Сыне Твоем, превознеси Иисуса Христа, во имя Твое, драгоценное, нам молимся. Аминь. Аминь. И сегодня будем побольше говорить. Итак, местописание 4-е царство. 4-е царство, 13-я глава. 4-е царство, 13-я глава. 14-й стих. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. Кто такой Елисей? Пророк, да? Пророк израильский. Пророк израильский, пророк северного царства. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил, отец мой, отец мой, колесница Израиля, и конница его. И сказал ему Елисей, возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы, и сказал царю израильскому, положи руку твою на лук. И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя. И сказал, отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей, выстрели. И он выстрелил, и сказал, это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии. И ты поразишь сириян в афеке в конец. И сказал Елисей, возьми стрелы. И он взял, и сказал царю израильскому, бей по земле. И ударил он три раза, и остановился. И разгнялся на него человек Божий, и сказал, «Надобно было бы бить пять или шесть раз, тогда ты побил бы сириян совершенно. А теперь только три раза поразишь сириян». Итак, вот это место писания. Мы видим с вами, когда читаем первую книгу царств, вторую, третью, четвертую книгу царств, мы видим с вами множество царей, которые царствовали как в иудейском царстве, так и в иудраильском царстве. И служение этих царей происходило у каждого по-разному. Например, один царь начинал хорошо, как Давид, и заканчивал тоже хорошо. Да? Здорово, да? Начал хорошо и закончил хорошо. Начал с Богом и закончил с Богом. Если мы посмотрим на другого царя, на царя Соломона, начал как хорошо, а закончил как... Да. Не очень хорошо, вернее совсем не хорошо. Если мы посмотрим на другого царя, например, Езикия, начинает он не очень хорошо, зато заканчивает очень хорошо. А если мы посмотрим на его сына, царя Монасию, начинает он вообще, вообще ужас, что происходит, но заканчивает с раскаянием перед Богом, об этом говорится в книге 2 Паржи Пламинон. И так, мы с вами, верующие в Иисуса Христа, что касается мотивации, чтобы и пророк, он разгневался на царя Израильского, и он сказал, ну почему ты остановился? Ну почему ты остановился два, только три раза ударил? Надо было тебе больше бить, надо было тебе пять-шесть раз бить. Зачем ты остановился? Зачем ты остановился? Итак, мы с вами, верующие в Иисуса Христа, мы с вами хотим начать хорошо. Аминь. Мы с вами хотим продолжать хорошо. И мы с вами хотим закончить хорошо. И здесь очень большое и важное место занимает мотивация верующего в Иисуса Христа. Моя мотивация продолжать. Моя мотивация не отступать. Моя мотивация что-то есть внутри меня, такое, которое ободряет меня каждый раз, ободряет меня очень глубоко в моем сердце. В Псалме... 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 Апостол Павел... Веру сохранил, передал мою эстафетную палочку. Команда Соединенных Штатов на Олимпиаде была самая-самая быстрая команда. И они проиграли. Почему? Потому что два раза, по-моему, они палочку, а палочка у них упала. Не получилось у них. И они пришли, не знаю, там, четвертые или пятые. Хотя должны были быть первыми. Но они передали палочку должным образом. Она упала. А Павел говорит, я заканчиваю свою палочку. И я становлюсь уже жертвой. И я передаю палочку эстафетную Тимофею, Титу и так далее. И я наставил их, чтобы им было легко, и чтобы они знали сердце Бога, и у них было личное взаимоотношение с Богом. Итак, у верующего человека могут быть определенные проекты. И сейчас это очень модное слово. У меня есть проект. Я генеральный директор. Библейский институт может быть проектом для верующего. Так, я решил, что я закончу библейский институт. И я выделяю для этого расписание. Я выделяю для этого время. Я выделяю для этого все, что нужно, все вещи. Но это может стать механическим действием. О чем мы сегодня хотим с вами поговорить. Что механическое действие верующего в Иисуса Христа будет далеко от нас. Аминь. Механическое действие. Когда мы просто по механизму. Кстати, знаете, что плоть человека, она может тоже осуществлять проекты. И она может осуществлять проекты очень и очень блестяще. Вы посмотрите, какие издания. Вы посмотрите, какие компании. Плоть человека, она может быть дисциплинированной. Она может выработать себе расписание. Но она не вкладывает сердце свое. Мы с вами ученики благодати, которые ходят в библейский институт. Мы с вами приходим здесь и мы постоянно обновляемся в своих взаимоотношениях со Христом. Это не механическое хождение. Я пришел, это мое место, я здесь сижу. Здорово, что мы ставим перед собой цель, чтобы быть на каждом занятии. Но мы с вами не роботы. Мы с вами не действуем механически. Мы с вами ищем того, что для верующего означает начать хорошо, закончить хорошо. Наша мотивация обновляется каждый раз. Она обновляется каждый раз. И я хочу быть человеком со внутренней глубокой мотивацией. Аминь. Со внутренней глубокой мотивацией. Почему ты не ударил больше? Почему ты не продолжаешь? Почему ты оставил свой призыв? Потому что наступило время механических действий. В любом служении может наступить время механических действий. В группе прославления может наступить время механических действий. Также и в детской программе может наступить время механических действий, просто когда я механически делаю то, что мне нужно делать. И вы знаете, я и на работе так делаю. Правильно, да? Я прихожу на работе, и я механически там все делаю. Я уже, кто давно, уже работает на одном и том же месте, да? Да, я все, все, там-там-там-там-там-там-там-там. У меня все уже, у меня уже все расписано. У меня есть расписание. И я тот человек, который дисциплинированный. И я делаю то, что мне нужно делать. Но здесь, когда мы с вами ходим с Богом, мы хотим быть людьми с внутренней мотивацией. И каков источник нашей внутренней мотивации? Источник внутренней мотивации – помазание Бога. Помазание Бога. Что такое помазание Бога? Что такое елей, которым помазывали в Ветхом Завете священников, помазали в Ветхом Завете царей, помазывали пророков, Господь помазывал своих людей. В Ветхом Завете это был елей. Это означало, что этот человек помазан на определенное служение, и он исполняет это служение с помощью Духа Господня. Еще раз повторяю. Итак, человек помазанный – это человек, который исполняет определенное служение в Духе Господнем. Если это священник помазанный, то он должен исполнять свое служение в Духе Господнем. Да, книга левит, там все нужно сделать от сих до сих, это за этим приношение, смешать муку с таким количеством елей, не повреждать все это должно. Но там все равно присутствовал Дух Господень, который постоянно обновлял служителей. Если это царь, помазан был Саул на царство, или помазан был Давид на царство, это означает, что Дух Господень вместе с этим человеком, и он ведет этого человека, и Дух Господень исполняет служение. Аминь. Вы со мной? Кто исполняет служение? Дух Господень исполняет служение. А Дух Господень никогда не будет действовать машинально. Я имею ввиду механически. Никогда он не будет действовать механически. У него всегда, у него всегда что-то есть. Например, Иисус был помазанным, Иисус, само его служение, Христос или Мессия означает помазанник, да? И он был помазанный Духом Святым. И Дух Святой сошел на него. И если вы посмотрите, как он исцелял слепых людей в Евангелии, вы обнаружите, что он не построил их в шеренну, то есть в колонну, да? И они стоят к нему. Все слепые израильского народа, они стоят к нему в колонну. В колонну он руки возлагает, и он прозрел. Руки возложил, и он прозрел. Или всем, это самое, на глаза брение идет. Если вы внимательно почитаете Евангелие, на одного он руки возложил, на другого взял, вывел из селения, возложил руки один раз, спросил, видишь ли? И он говорит, плохо вижу, люди как деревья ходячие. И он возлагает второй раз, и этот человек прозревает. Следующий слепой, он плюнул ему в глаза, и тот прозрел. Следующий слепой, который 9 глава, он сделал замес. Замес возложил ему на глаза, и сказал ему, иди в купальне села. И ему не просто он помазал его глаза, но он послал его. И мы видим с вами, что Господь действует невероятным образом. Он действует не машинально. Он действует очень разнообразно, потому что он помазанный Духом Святым. Аминь? Он помазанный Духом Святым. Всегда, где служение Духа Святого, это означает свежее присутствие Божие. Свежий елей. Псалом 22. Здесь Давид говорит в 22-м псалме «Господь пастырь мой». И 5-й стих. «Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». «Ты умастил елеем голову мою». «Голову умастил» – это означает мой ум помазан. А когда на первосвященника, когда первосвященника посвящали в его должность, то тогда что мазали? Ухо мазали. Что еще? Большой палец правой руки и большой палец правой ноги. Помазанное ухо – это означает какое ухо? Слышащее ухо. Помазанный палец правой руки – что означает? Это руки, которые находятся под властью Духа Господня. И то же самое мое хождение. Помазанный палец правой ноги – это мое хождение. Это я хожу в соответствии с Духом Господним. Он ведет меня. И Иисус говорит, что Петру, когда ты был молод, ты сам припоясывался и ходил, куда ты хотел. Но сейчас Дух Господень сойдет на тебя, и ты, и тебя уже поведет Он туда, куда ты не хочешь. Но это будет самое лучшее место от Господа. Аминь. Итак, мы с вами – источник нашей мотивации помазания Бога. Постоянно свежая мотивация из наших личных взаимоотношений с Иисусом Христом. Мне понравилось, как Акаш вчера сказал, молитва. Мы молимся, и Бог отвечает. Мы молимся, и Бог отвечает. Это является одним из наведения мостов доверия между нами и Богом. Аминь. Потому что как нам узнать, что Бог слышит нас, если не молиться и не просить Его? А когда мы молимся и просим Его, мы видим, что Он отвечает. И мы все больше и больше начинаем наводить мосты. А, Господи, Ты, значит, Ты это самое, Ты, ты, оказывается, слышишь меня. А я-то думал, молитва – это же какая-то религиозная вещь, что нужно делать какие-то заученные слова, говорить, механические. Вы представляете, да? Молитва, которую человек говорит… И Господь такой, я представляю, он такой… Вау. Какая хорошая молитва. Да, какая хорошая молитва. Ты хоть сам-то был в этой молитве или нет? Твои мысли хоть немного были в этой молитве? Ты по-настоящему молился? Или ты так просто пролепетал определенные слова, поставил галочку и сказал, Господи, я помолился. И все, отца Аминь, моя религиозная обязанность перед Тобой была исполнена. И Господь говорит, ну вот ты рассуди, как я буду отвечать на твою молитву, если ты сам даже не хочешь, ты не в ней, ты не участвуешь в ней, твоего сердца нет там. Как я буду отвечать на твою молитву механическую? Нет, нет, нет. Ты давай, и мы с вами сегодня еще о молитве поговорим. Давайте мы с вами откроем 2 Коринфянам 4 глава. И помазание Бога, оно ведет нас дальше человеческих мыслей, дальше человеческих желаний. Она ведет нас выше того забора, о котором Саша вчера говорил, что человек, он притыкается в забор, и все. Религия это забор, в который я притыкаюсь и не могу дальше мыслить. А как насчет того, что законничество в церкви, законничество в церкви это тоже стена. Я дошел, и я дальше не могу двигаться, потому что я понимаю, что я не смогу исполнить закон. А насчет благодати меня никто не обучил. Что такое благодать? Что это такое? Почему Иисус полон благодати? Почему мы приняли от Него благодать на благодать? Почему Отец есть Бог всякой благодати? Почему Дух Святой есть Дух благодати? Евреям 10, 27, 28. Почему? Меня никто не обучил, и я уперся в закон, и никак не могу парить, как орел. А благодать что? Написано в Исайе 40 глава, что надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы, полетят и не устанут, там написано, побегут и не устанут, пойдут, не утомятся. Это постоянно движение вперед. Аминь. Иногда мы бежим с вами. Когда у нас все хорошо получается, здорово все, так все у нас получается, не всегда мы с вами бежим. И Господь иногда говорит нам, пройдись со мной. Аминь. Пройдись со мной. Не нужно тебе слишком торопиться. Слишком много у тебя здесь аппаратуры всякой. Пройдись со мной. Давай-ка мы вернемся, когда не было ничего здесь. Какие у нас с тобой были взаимоотношения? Какая у нас была... Какая у тебя была молитва? Как ты давал благодать другим, несмотря на то, как они себя ведут? Итак, мы с вами имеем помазание. И это помазание свежее. Оно каждое утро свежее. И мы с вами идем дальше и выше человеческих желаний и человеческих мыслей. Господь влечет нас в горние места, на небеса, в горние чертоги. И там он говорит с нами. О, ты знаешь, у меня есть для тебя служение благодать. У меня есть для тебя все обеспечение для твоего служения. И у нас есть между друг с другом тайна. Никто об этой тайне не знает. Мы. Она личная. Помните, в книге Откровение написано? Откровение написано, что я дам ему белый камень, на котором будет написано имя. И никто не будет знать этого имени, кроме того, кто получает это имя. Это означает, тот, кто дает камень, знает имя. И тот, кто получает камень, знает имя. Больше никто не знает. Аминь. И мы с вами привели пример, как муж и жена. Они могут называть друг друга особенными именами, которых никто не знает. Правильно, да? Или ошибаюсь? Ну ладно. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. И этого никто не знает. Потому что есть личные взаимоотношения. Потому что есть нечто, что знает только я и знает Господь. Например, моего искания в сердце завершенной работы и учения благодати, я даже не сам не понял, чего я не понимал, что мне нужно. А Бог понимал. И он, когда меня привел, и я там начал ходить одну церковь в другую, в третью. Потом перестал ходить. Шесть лет не был ни в одной церкви. И никто об этом не знал. Только Бог знал, что в моем сердце происходит. И он приводит меня в церковь. Великая благодать пастору Владиславу. Я сажусь, слушаю проповедь и говорю Господи, ну ты дает. Вот это да! Только ты один знал. Люди могли приглашать меня, но вот прийти и это чтобы было точно, да? Это только ты один знал. Я перестал уже людям говорить, что там, о чем я думаю и так далее. Сам просто обучался. Ну и работал механически. Подъем, завтрак и так далее и тому подобное. И Господь говорит, я знаю твое сердце, и у меня есть особенное время. Терпи. Я говорю, нет, я не хочу, чтобы я был без церкви. Господи, церковь. Что я не один. Что со мной? Какая-нибудь инфекция поселилась в моем уме. Какая-то доктрина непонятная. Что никого я не могу найти. Господь ничего. Дух Господь ничего страшного. Все хорошо. И он приводит в церковь. И мы с пастором. И вообще. И вау. Я говорю, Господи, спасибо. Итак, это у нас с вами наше помазание свежее. Я верю и знаю, что Иисус Христос есть свет. И кто будет следовать за Ним, не будет ходить во тьме. Второе коринфянам мы открыли, да, Саня? Что мы открыли? Четвертый глава? Четвертая глава, 2 Коринфянам, 16 стих. Итак, посему мы не унываем. Аминь. Мы, да? Мы не унываем. Не унываем? Аминь. Что унываешь, ты душа? Ой, вчера. Ой, вчера. У нас хорошее пробыло, да? Кто согласен? Хорошее, да? Аминь. Эй, душа, что ты унываешь? Что такое? Итак, мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, а он, к сожалению, тлеет, да? Внешний. Ну, молодые скажут. Да нет, все нормально. Все нормально, это вы там, понимаешь? Истлеваете. А я еще не дошел до своего пика в физической форме. Итак, все равно это прогрессивное движение. Поэтому мы не унываем. Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Внутренний человек, духовный человек, о котором мы вчера говорили, он со дня на день обновляется. Что это означает? Я встаю и обновлен. Аминь. Дух Бога. Я встаю и обновлен. И слово обновляется. А-на-кай-но. А-на-кай-но. Обновляться. А-на-кай-но-май. Если обновляться. А-на-кай-но-май. Это очень интересное слово. Это слово также используется в послании к римлянам, 12 глава. Послание к римлянам, 12 глава. Павел говорит к римлянам с первого стиха. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваших, жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения ваших. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Обновление здесь не обновлением ума. Итак, ум мой обновляется. И это слово, оно состоит из двух слов. Это а-на, это снова. И кай-но, это новый. Новый по качеству. Новый по качеству. Например, у меня машина, я встаю утром, у меня машина моя, как бы она обновилась, она, все детали в ней обновились. Вы можете пристать, Игорь, можете пристать? Я утром встаю, все детали в моей машине, они новые, как будто из завода ее взяли. Вот это слово кай-но, новый по качеству. Это не новое событие, которого еще не было. Это новый по качеству. Или, например, у меня новая рубашка, я забыл, как называется. Итак, новый по качеству. Снова новый. Что у нас получается? Снова новый. Снова новый. Снова новый. И мы не печалимся, что наш внешний человек, как там написано? Внешний человек тлеет. Мы не печалимся, а вот наш внутренний человек, новый человек, он снова новый. Снова новый. Аминь, да? Снова новый. Дух Господень, он всегда находится с нами, чтобы освежать и обновлять нас. Аминь. Служение Духа Господня и также служение Духа Господня по всей земле, включая природу, это обновление. Обновление, обновление, обновление. Почему небо не затертое? Как вы думаете, да? Вы смотрели на небо, да? Почему небо не затертое? Почему, например, ну ладно, реку, если что еще взять. Почему? А, когда весна настает, цветочки такие зелененькие, нежненькие, а когда осень, они опадают. Это что означает? Это происходит обновление листвы. А как насчет дерева, у которого в сердце вина, а потом что? А потом пошли вот эти круги. Это означает, что происходит обновление. Дерево, это каждый раз новое. Каждый раз новое. А как насчет того, что наш глаз, вот хороший пример, наш глаз, почему мы моргаем с нами? Все правильно, если мы не моргаем, глаз высохнет, и все. Иногда люди могут смотреть, могут смотреть, долго не моргая, но потом все равно. Почему? Потому что для того, чтобы глаз существовал и не терял в качестве, им нужно постоянное обновление поверхности, смазывать, смазывать. Итак, мы с вами анакайно. Мы с вами обновляемся в уме нашем. Снова новые. Снова новые. Снова невиновные. Снова прощенные. Снова в завершенной работе. Снова нет никакого осуждения. Аминь. Вы понимаете меня? Мы не знаем друг друга по плоти. Потому что мы с вами что? Анакайно маи. Мы с вами обновляемся каждое утро. Милость обновляется каждое утро. Благодать. Христос встречает нас. Это новое утро. Это новый день. Но мы с вами, как и ветхий человек, он может превратить это все в рутину. И он будет делать это все механически. В церкви механически. В библейских колесах механически. И рано или поздно механическая работа достанет. Не будет свежести. Не будет мотивации. И человек начнет думать. Ну ладно. Обо много можно думать. Мы с вами видим, как Ирия, когда Изавель прислала ему письмо и сказала, я сделаю с тобой то же самое, что ты сделал. Какой он ободренный вышел после того, как совершил суд над пророками Вавала. Помните, да? Это же и победа была. И Бог прославился. И люди, и израильский весь народ. Господь есть Бог. Ох, Господь! Господь есть Бог. Я представляю, какое было в сердце ободрение, в сердце Ирии. Но потом ему Изавель присылает письмо и говорит, я с тобой точно так же сделаю, что ты сделал с моими пророками. Которые, кстати, питались от моего стола. Интересное замечание, да? Они питались от стола. И Изавель. Трапеза. Трапеза. Недостойное уважение. И он бежит. И он находится в депрессии. И Господь говорит ему, встань в эту скалу, я пройду перед тобой. И я хочу тебе сказать, меня, по-моему, говорили, что сначала будет землетрясение, но не землетрясение, и Господь. Будет ветер раздирающий скалы. Вы когда-нибудь видели ветер раздирающий скалы? Ужас, да? Когда камни отлетают, ветер. Знаете, когда он бывает? Когда взрыв происходит. Когда взрыв происходит. Что такое? Это ударная волна, это что? Это воздух. И раздирающие скалы. И скалы разлетаются. Чтобы продолбить финнам дорогу в тоннели. Ну и не только в финнам. Но я сейчас вспомню, как мы ехали через тоннель. А там же на камнях растут деревья. Там камней полно. В финляндии нужно взорвать. Нужно расчистить. Итак, не в этом ветре, Господь. Огонь не в огне, Господь. Веяние тихого ветра. Свежего тихого. Голос Бога в Едемском саду. Адам, Адам, где ты? Адам, куда ты ушел? Господи, ты что не видишь, что Адам за пустами? Я вижу, что он за пустами. Адам, как далеко ты от меня ушел? Я твой, Господь, я выжил искать тебя, и я найду тебя. Кто мне недавно задавал вопрос? Адам с Евой на небесах? Да? Серега, да? Я верю, что они на небесах. Потому что Господь отделает кожаные одежды, и они верили в жертву. То есть семя женщины, которая сокрушит голову змеи. Итак, мы обновляемся с вами. Обновляемся каждое утро. Мы с вами исполняемся Духом Святым, как ученики благодати. И свежее присутствие Божие посещает нас. И мы с вами делаем вещи, и мы с вами делаем правильные вещи. Давайте скажем следующую фразу. Люди могут делать вещи правильно, но делать неправильные вещи. Класс, да? Итак, люди могут делать вещи правильно, но делать неправильные вещи. Это очень интересная мысль. Я могу делать вещи правильно. Аминь. Я могу водить машину правильно, по правилам. Я могу, что я могу? Я могу проповедовать правильно, да? Но здесь сказано, что надо не делать правильные вещи. То есть правильные вещи, это те, которые сделаны в Боге. Те вещи, которые по сердцу Бога. Правильные вещи. Передо мной ситуация, и я могу, я могу человека взять и привести в суд, и это будет правильно, да? Но Господь говорит, это будет, как бы, это ты, ты, ты будешь эту вещь делать правильно, но это неправильно. Аминь. Лучше бы тебе простить его, потому что я вступлюсь в тяжбу твою. Когда ты простишь его, я вступлюсь в тяжбу твою. И ты не стратишь много денег, правильно действуя, но не будет успеха. Потому что я тот, который судья. И мы, конечно, я понимаю, что есть законодательство, есть судебная система. Я не говорю, что это не нужно для защиты граждан, слава Богу. Но не всегда так получается. Получается. Итак, мы с вами можем делать вещи правильно, но не делать правильные вещи. Правильные вещи возможны только с Богом, когда Дух Божий освежает наши, он показывает нам, какие вещи важны. Какие вещи важны в той или иной ситуации. Вы знаете, давайте мы с вами запишем, что наша молитва, наша молитва такая, как учеников благодати. Я никогда не хочу стать, я никогда не хочу стать механическим верующим. Я не хочу быть механическим верующим. Я не хочу быть тем человеком, который не имеет свежести общения с Богом. Я не хочу быть тем человеком, который потерял первую любовь. Я не хочу стать механическим верующим, который просто делает то, что ему нужно. Итак, есть вещи, и мы с вами поговорим о тех вещах, когда определенные вещи нужно делать, и плоть всячески упирается, чтобы их не делать. Мы об этом поговорим на следующем занятии. Но пока что вы понимаете, вы со мной, да? Аминь. Очень хорошо. И христианство иногда заключает себя в проекты. И эти проекты, они имеют свое расписание, они имеют свою дисциплину. Но большой вопрос, есть ли там свежесть Духа Господня? Помазано ли это свежим елеем? Аминь. Давайте приведем пример. Например. Пример, например. Молитва утренняя. Хорошая вещь. Хорошая вещь. Молитва утренняя. Хорошая, очень хорошая вещь. И церкви, когда они находятся, знаете, в таком подъеме, они говорят, будем молиться, встречаемся. Во сколько встречаются? Во сколько встречаются? Во сколько встречаются? Давайте в 5.30 утра. Встречаемся. 5.30 утра, давайте нажмем Потому что что? Дух Господень ведет нас Да, мы хотим молиться Мы помазаны, аллилуйя Мы помазаны И представьте себе церковь И сказать, да, будем молиться В 5.30 утра И месяц проходит Два месяца проходит Три месяца проходит И человек Люди уже так думают Да, я хрестнулся То есть, как это сказать Я дал обед Что я буду молиться Но у меня пропадает свежесть И я уже что? Лишь бы мне прийти Потому что если я не приду Сразу звонок по телефону Ну ты где там? Как дела? И я хочу вам сказать Что если вам звоню Если я вам звоню по телефону Или одна женщина Она очень интересная такая Я ей звоню Ну она не очень часто приходит На собрание Я когда ей звоню Она еще не здравствует Не здравствует Не привет Она говорит уже А, в следующее воскресенье буду В следующее воскресенье буду Я говорю Здравствуйте Как у вас дела? Я звоню вам не для того Чтобы спросить Будете ли вы в следующее воскресенье Или нет Аминь? Понятно, да? Иногда верующие в церкви Они раз Особенно сейчас Когда все Отца мая Звонок идет Все ясно Даже группа крови Можно отца Кто звонит тебе И отца мая И верующие такие А пастор звонит О, пастор звонит Наверное будет спрашивать Или почему я не был в воскресенье Или будет Буду ли я в воскресенье Да? И, а ладно Я занят Или, например Берет трубку И говорит О, я вот в следующее следую Точно буду Не здрасте До свидания Не в том дело Аминь? Пастор звонит Для того Чтобы узнать Жив человек или нет Чтобы помолиться Чтобы сказать Все нормально Аллилуйя Господь с нами Что уливаешь ты Душа моя Что печалишься И человек Будучи В таком состоянии В механическом состоянии Хождения в церкви Он может бояться Что его Будут высветить Его поставят В место осуждения И так далее Да нет Благодати Достаточно Для нас Мы с вами Даже Даже можем И не спрашивать Иногда Я, например Вы можете взять На вооружение Я могу позвонить Человеку и слово Которого давно нет Церкви И слово Не сказать О том Придешь ли ты Или почему ты Не был В собрании Аминь Понятно, да? Позвонить И сказать Как дела? Вау Аллилуйя У меня есть для тебя Псалом А? Как насчет этого? Вы становитесь утром Читаете Псалом Двадцать Давайте скажем Девятнадцатый Псалом И вы читаете Девятнадцатый Псалом И думаете В своем И вы освежены Словом Божьем И думаете В своем сердце Ага Кому этот Псалом Может послужить Из братьев и сестер Аминь Понимаете На меня И я смотрю Ааа Тот человек Может быть у него Сегодня тяжелая ситуация И я могу По эсэмэску Или по телефону Бац Псалом Псалом такой-то И вы знаете Это то О чем мы говорили вчера Мы назидаем себя Назидаем церковь Мы думаем Друг о друге Мы свежие с вами Аминь Да Мы Если что-то Если что-то Вы знаете Пастор Шавер Он Очень такой Чувствительный человек Когда все идет По рельсам Он очень чувствует Это Знаете Да По рельсам Что это такое Чувствия Это так Да Итак Сейчас у нас будет Песнопение Три песни Они будут длиться Пятнадцать минут Дальше У нас будет Выходит человек Он стумбу Отсюда Переставляет сюда Он встает Семь минут Вступления Те же самые слова То же самое Приветствие Та же самая Но тема меняется Те же самые движения Потом он садится Выходит Пастор И то же самое И то же самое И то же самое Я наблюдал За ним Как он Разбивает Вот это Меха Как Меха 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 Он разбивает Это Механическое Действие Он говорит Сегодня 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 мы будем Стоя слушать Пробой Все сорок пять Минут Слушайте Или Например Давайте Мы так Давайте Давайте Я Кафедру Суда Перенесу Как Вы здесь Хорошо Меня Видите Понимаете Вот такие Вещи И мы Понимаем Что Религия Она может Быть Настолько Закостенелая Да Шаг Лево Шаг Право Попыт Икс Прыжок Прыжок На месте Провокация Да И Религиозные Люди Наблюдают За тобой Не нарушаешь Ли ты Уста Как Ты Себя Идешь В каком Виде Ты Пришел И так Далее Снял Ли ты Разделался Шапку Снял Или нет И так Далее И мы И мы С вами Понимаем Что Конечно Есть Правила Привничья В церкви Конечно же Есть Правила Хорошего Тона И Одежды И И так Далее Кстати Пастор Шипери Ни разу В жизни В шортах Я его не видел Он никогда Не левает шорты Но я не знаю Чего он сказал И Мы с вами Давайте Сделаем Перерыв Продолжение следует Субтитры подогнал «Симон»